Это утро в Петербурге. Мы вернулись в 8.55. Точная Петербургская. Мы на экваторе рабочей недели, на календаре среда, 28 августа. А в преддверии 1 сентября между Петербургом и Москвой будут запущены дополнительные сапсаны. Кроме того, в начале осени число мест в высокоскоростных поездах увеличат за счет сдвоенных составов. Да, действительно приятно примерно за 4 часа преодолеть расстояние между двумя столицами. Вот интересно, сколько времени на это уходило в 1851 году, когда 28 августа только появилась эта железнодорожная линия. Вот прямо сейчас узнаем, передаем слово нашим коллеге Татьяне Павловичевой. Таня, доброе-доброе. Таня, привет. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. В 1851 году от Петербурга столица Российской империи до Москвы добирались за 19,5 часов, а то и дольше. А кто же в этот день, 28 августа 1851 года, совершил столь длительное путешествие, мы узнаем у старшего научного сотрудника Музея железных дорог России Дмитрия Владимировича Кудрявцева. Доброе утро. Доброе утро. Итак, что же произошло 173 года назад в этот день? 28 августа завершилась успешная перевозка войск из Петербурга в Москву. То есть полки стали первыми пассажирами, можно сказать? Да, военные были первыми пассажирами, которые отправились в нашу древнюю столицу. Дело в том, что в этот год отмечалось 25-летие коронации императора Николая I. И с одной стороны, знаете, торжества отправились в войска, а с другой они посмотрели возможности новой дороги. И вот в течение двух дней на девяти поездах два батальона лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков, два эскадрона лейб-гвардии Конного и Кавалергарского полков и дивизион артиллерии успешно совершили это путешествие. Да, опробовали Петербург и Московскую железную дорогу. А вот здесь мы видим, в свою очередь, форму инженеров, которые как раз разрабатывали эту железную дорогу, и результат их трудов, макет подвижного состава. Вот как долго они конструировали подвижной состав, железную дорогу, и какие были особенности? Вы знаете, особенностью являлось то, что весь подвижной состав был построен в нашей стране, в России и в нашем городе, в Санкт-Петербурге. То есть все строилось, конечно, привлекались иностранные специалисты, но все было построено на Александровском заводе в Санкт-Петербурге. И вот вы видите, модель первого пассажирского локомотива, к сожалению, оригиналов до наших дней не сохранилась, но вот они выглядели таким вот образом. И итогом того, что успешно проехали войска, через три дня по этой дороге свое путешествие совершил император с семьей на императорском поезде. А вот здесь вагончик, если мы видим, он открытый. Как же они путешествовали зимой, например, пассажирам? Ну, нет, зимой в открытых вагонах не путешествовали, но вот видите, локомотив не имел кабины. Здесь, конечно, очень серьезные сложности испытывали машинисты и те, кто, собственно, поездом управлял. Да, это вот особенность первых паровозов, которые действовали на этой линии. Да, ну что ж, спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Я также добавлю, что, конечно, Петербург-Московская железная дорога – это наша большая горлость. И в середине 19 века она стала наиболее совершенной в техническом плане и к тому же самой длинной двухпутной железной дорогой в мире. И не говоря о том, что она облегчила жизнь горожанам тогда, которые ранее путешествовали от столицы до столицы в течение четырех суток. Ну и здесь музей, кстати, вот и сейчас можно представить, послушать, как звучала эта железная дорога.